Добрый вечер. Новости продолжают эфир. В студии Вера Захарчук. Вы смотрите итоговые выпуски и вот его главные темы. Как будет развиваться сотрудничество Казахстана и Китая и каким будет эффект от сопряжения госпрограмм Нурлы Жол и Один пояс, Один путь? Президент дал интервью телеканалу СССИ ТВ. Как будет развиваться выживших? Нет. В России скорбят по погибшим при крушении пассажирского самолета в Подмосковье. Эксплуатацию Ан-148 временно приостановили. И новости из Пхенчхана. Юлия Галышева на пьедестале. Ей вручили бронзовую медаль 23-х зимних Олимпийских игр. Как будет развиваться сотрудничество Казахстана и Китая? Об этом в интервью телеканалу СССИ ТВ рассказал Нурсултан Азарбаев. Президент проинформировал о приоритетах нашей страны и Совете Безопасности ООН и поделился видением дальнейшего развития Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства также отметил необходимость в укреплении межгосударственного партнерства в сфере противодействия терроризму и поддержания стабильности в регионе. Кроме того, Нурсултан Азарбаев рассказал, каким будет эффект от сопряжения программ «Нурлы Жол» и «Один пояс, один путь». Президент напомнил, что идею о создании экономического пояса «Шелкового пути» выдвинул председатель КНР в 2013 году. Тогда Си Цзиньпинь выступал с лекцией в Назарбаев университете. По словам главы государства, параллельная реализация программ дала мультипликативный эффект. Господин президент, интервью с вами для меня большая честь. Спасибо, что вы нашли для нас время. Позвольте мне начать. В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин в Назарбаев университете выступил с инициативой создания экономического пояса «Шелкового пути». С тех пор прошло пять лет. Как, на ваш взгляд, продвигается реализация этой инициативы? И как вы характеризуете взаимодействие Китая и Казахстана в сопряжении концепции «Нурлы Жол» и инициативы «Пояс и путь»? Да, это был официальный государственный язык председателя КНР господина Си Цзиньпин в Казахстане. И в университете выступил впервые с этой идеей. Это было новое, тогда только начиналось. Но пять лет – это совсем небольшой срок. И можно сегодня говорить о том, что это была великая идея. Потому что 2012 год, еще мир с того кризиса не выходил. Все страны чувствовали трудности в этот момент. Эта инициатива, эта идея просто была необходима. Она была подброшена для всех государств, которые с удовольствием подхватили, как идею, которая поможет выйти из остатков этого кризиса. Это как раз стимулировало, чтобы мы приняли свою программу «Нурлы Жол», чтобы подхватить. Потому что путь в сторону Европы лежит через Казахстан, Россию, дальше в Европу. И строительство железной дороги от Алашанкова через Казахстан в Европу. Строительство сухого порта Харгос и новой железнодорожной ветки, которая соединил юг Казахстана через Алмату, южные города с Европы. Строительство автомобильной магистрали «Западная Китай-Западный Казахстан». 2700 километров через нашу страну мы завершили его. То есть вот эти все магистрали позволили фактически осуществить. И это уже работает. Вместе с Харгосом мы получили от Китайской Народной Республики возможность создать терминал на порту Леонган в Тихом океане. И теперь контейнеры Юго-Восточной Азии, стран, которые хотят участвовать, идут через этот путь в Европу за 12-15 дней. Морской путь занимает 2,5-3 раза больше, как вы знаете. И здесь прямая выгода. И количество контейнеров ежегодно увеличивается в 2 раза. Это дает выгоду для Казахстана получить соответственные средства. И по пути этого пояса развиваются предприятия. Вместе с этим мы договорились и заключили соглашение, контракты строительства десятков новых предприятий в Казахстане, которые нам очень необходимы. Кроме этого, эта дорога позволяет сейчас выйти на Каспийское море. От Каспийского моря мы на юг через Иран соединились с Персидским заливом. Китайские товары могут спокойно через нас идти туда. И Кавказский коридор в прошлом году только мы соединили Турцию, Грузию, Азербайджан, Каспийское море, Казахстан. Построили мы специальный порт Курок, через который грузы могут через Кавказ, Турцию проходить через Босфорную Европу. Вот такая огромная работа была проведена все эти годы. И мы видим, что это была очень своевременная, очень дальневидная идея, которая работает на благо наших народов. Нурсултан Азербайев направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину. Как сообщается на сайте АКОРД, глава государства с глубокой скорбью воспринял их вести о трагической гибели людей в результате крушения пассажирского самолета Ан-148 в Московской области в воскресенье. От имени народа Казахстана и от себя лично президент выразил глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших. Россияне скорбят о жертвах авиакатастрофы в Подмосковье. Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» вылетел из аэропорта Домодедова в город Орск Оренбургской области и разбился. На борту находились 71 человек, включая экипаж. Все они погибли на месте. 12 февраля объявлен днем траура в Оренбургской области. В Москве же отменили все праздничные и развлекательные мероприятия, приуроченные к началу Масленицы. На месте авиакрушения продолжаются поисковые работы. Спасательная операция, как было объявлено, закончилась еще ночью. В Минздраве обозначили временные рамки по поиску останков погибших. Их тела будут искать еще в течение недели. По данным МЧС, в первые сутки были найдены 400 фрагментов тел. Площадь разброса обломков упавшего в Подмосковье самолета составила 30 гектаров. На месте падения продолжают работать 600 человек. Здесь, в зоне чрезвычайной ситуации, мы планируем основной этап поисково-спасательных работ осуществлять в течение 7 суток, потому что очень большая площадь разброса обломков самолета, тяжелый снег и непростой рельеф местности. По данным Министерства транспорта России, на борту были двое иностранных граждан. Это жители Швейцарии и Азербайджана. То, что среди погибших был гражданин Казахстана, не подтверждено. Половина 36 человек были жителями Оренбургской области. Основной штаб помощи близким жертв авиакатастрофы развернулся в аэропорту Орска. В московском представительстве Оренбургской области также прошли траурные мероприятия. Это большая утрата не только для оренбуржцев, не только для жителей города Орска, но и для наших соседей Актюбинской области, Уральской области. Проверки по уголовному делу о крушении самолета продолжаются. Найдены два чворных ящика. Оба бортовых самописца в удовлетворительном состоянии. Уже известно, что полет длился около 4 минут. На высоте примерно в 2 километра и на скорости 600 километров в час лайнер резко нырнул вниз. Вновь набрал высоту и затем рухнул на землю. Авиакомпания «Саратовские авиалинии» временно приостановила полеты на самолетах Ан-148. В ходе масштабной спецоперации на Синайском полуострове египетские военные ликвидировали 12 экстремистов. Еще 90 человек задержаны, сообщают местные власти. Кроме того, уничтожено более 60 объектов террористов. Обезврежено 23 взрывных устройства. Боевики заложили их для атак на военных и полицию. Также ликвидированы склады с оружием и изрывчаткой, подпольная лаборатория по производству боеприпасов, подземное укрытие и несколько десятков транспортных средств. Напомню, спецоперация на Синайе началась в минувшую пятницу. Она проходит при поддержке сил МВД страны. Макроэкономический прогноз Казахстана на 2018 год будет пересмотрен. По словам представителей профильного ведомства, прошлый год для страны был успешным. Наблюдался качественный экономический рост, а ВВП увеличился в среднем на 4%. Все это повлияло на будущий прогноз. К примеру, показатели макроэкономики на ближайший год закладывались с учетом цены на нефть в районе 45 долларов за баррель. Однако сегодня она составляет чуть выше 60. Кроме того, значительно возросла доля казахстанского экспорта, увеличились и объемы промышленности. Мы сейчас выбираем, какую реальную прогнозную цену заложить в бюджете на этот год. Другой момент. Экспорт вырос сильнее. Скорее всего, по экспорту будет дополнительное увеличение. Промышленность выросла сильнее. Тоже промышленные параметры изменим в сторону увеличения. Пока точную дату проведения уточнения назвать не могу. Министерство финансов собирается предложение. После их консолидации будет вынесено предложение в правительство и будет принято решение. Вежно-Казахстанской области планируют увеличить площади грибных теплиц. В Сарамском районе, в хозяйстве Ахжола Туркаваева, шампиньоны выращивают почти на 3 гектарах земли. В прошлом году с этой площади собрали 200 тонн продукции. В этом планируют увеличить производство. Теплицы построят еще на 5 гектарах. Грибы, выращенные по голландской технологии, с удовольствием раскупают не только на местном рынке. Спрос на них есть и в Астане, Алматы, в Караганде. Мы планируем расширяться. У нас рядом есть свободная земля. Там хотим построить теплицу. А мицелии и торф для нее мы будем готовить сами. В Астане первый зампредседателя партии Нур-Отан встретился с руководителями региональных филиалов и крупных первичных партийных организаций, чтобы детально рассказать о ключевых целях и задачах, которые поставил перед ведущей политической силой страны глава государства. В настоящее время Нур-Отан находится в процессе партийной модернизации. Для того, чтобы активизировать эту работу и в регионах, по мнению Маулина Ашимбаева, необходимо полностью поменять формат, методы и подходы. Будут проанализированы все существующие проекты. Должное внимание уделять мониторингу общественно-политической ситуации. А еще регионы отойдут от паркетного и формального проведения мероприятий в пользу содержания и конкретного результата. По словам Маулина Ашимбаева, Нур-Отановцы на местах должны позиционировать себя не как партийные чиновники, а как члены партии, всегда открытые для людей и работающие для людей. Также каждому партийцу стоит вспомнить о главной миссии объединения, быть надежной опорой главы государства и стратегической силой, участвующей в модернизации страны. Мы возвращаемся в свои регионы воодушевленные. Поставленные перед нами задачи будут обязательно выполнены. Наше население, наши партийцы давно ждали тех моментов по поддержке малого и среднего бизнеса. Тем более сегодня будет создаваться определенный партийный проект в поддержку малого и среднего бизнеса. Все данные задачи, поставленные перед нами главой государством, лидером нашей партии, будут выполнены. Единый облик появится у столичных поликлиник, но изменятся они не только внешне. Рабочая группа проектного офиса «Астана» Адалда Калана начала проверку организации здравоохранения. В первую очередь на наличие кондиционеров, автоматов для бахил, диспенсеров и колл-центров. Там, где их нет, работу обещают наладить. Морала Манжолова продолжит. Здесь, например, стенд на русском языке, а где на казахском? Вот люди сидят. Посмотрите, насколько удобно на этих скамейках сидеть. Правильно? То есть почему бы не создать элементарные человеческие условия? Информация для населения. Видно вот это все? Кондиционеры, автоматы для бахил, диспенсеры – это вещи, создающие комфорт. И они должны быть в каждой поликлинике, уверены руководители проекта «Астана» Адалда Калана. Его главная цель – улучшить условия для горожан. Мы посмотрим все поликлиники и придем к какому-то единому мнению. То есть по оформлению. Допустим, даже видели все стенды. Где-то совсем не видно. Вот даже здесь запись. Не видно, она нечитаема. Может быть, надо в каком-то инфографике преподать населению. Сейчас задача наша заключается не в том, чтобы критиковать или этот. Говорят же, критикуя и предлагая. Здесь задача состоит, чтобы в очень краткое время, допустим, уже до апреля месяца, мы должны где-то в одной-двух поликлиниках это опробировать. А до конца года изменения коснутся всех поликлиник города. Улучшать планируют не только внутри, но и снаружи. В планах придать внешнему виду в медучреждении единый облик. Специально нанимать дизайнеров, которые будут нам для поликлиник делать особый интерьер. То есть мы хотим, чтобы все поликлиники отличались, что это поликлиники. Может, даже логотип какой-то. Может, здание перекрасим, чтобы издалека было видно. Мы работаем в своей зиму сразу в кабинет, а мы сидим. О недочетах медучреждений рабочей группе рассказали сами посетители. Как говорится, из первых уст. Исходя из их замечаний, в первую очередь и будут формироваться рекомендации по улучшению деятельности организации. Сами поликлиники к любым нововведениям готовы. Мы готовы к любым хорошим переменам. В принципе, коллектив настроен на оказание качественной медицинской помощи. Я думаю, все эти замечания мы учтем. И совместно с этим, согласно этого проекта, мы готовы исправлять и улучшать качество обслуживания наших пациентов. Помимо создания комфорта в общественных местах, проект преследует и другие цели. Среди них повышение качества госуслуг, их прозрачность, масштабный общественный контроль. И самое главное, развитие антикоррупционной модели среди населения. Проект будет распространяться на все регионы страны. Аэропорт Нур-Султан Азарбаев стал таким же символом столицы, как Байтирек, монумент Казах-Елеа, Ханшатыр. Но не все знают, что в этом году ему исполнится 87 лет, сколько раз модернизировали небесный причал. И как сегодня работает главный воздушный хаб Казахстана, расскажет Марк Брюшко. Огромный лайнер успешно садится на полосу. 160 рейсов встречает и выпускает аэропорт Нур-Султан Азарбаев каждый день. Воздушная гавань Астаны предстала в обновленном виде прошлым летом перед выставкой Экспо. Тогда заработал новый международный терминал площадью в 47 тысяч квадратных метров. Почти вдвое больше предыдущего. Десятки камер видеонаблюдения следят за каждым шагом пассажиров, тем самым непрерывно обеспечивая их безопасность. Но главная особенность нового терминала – его автоматика. В новом терминале оснащены, получается, у нас самостоятельные стойки регистрации. То есть пассажир может прийти, сам зарегистрироваться и ожидать свой рейс. И, соответственно, потом идти в зону регистрации и вылета. Соответственно, имеется у нас электронное табло, где на электронном табло изображены прибытие воздушного судна, то есть данного рейса. И он уже в режиме настоящего времени или онлайна. Он уже контролирует и уже знает, во сколько ему идти, как идти. 87. Столько должно исполниться столичному аэропорту в этом году. Официально он заработал 1 декабря 1931 года. Тогда началось воздушное сообщение в Семен-Палатинском. Аэродром работал непостоянно и, к примеру, во время паводков его закрывали. 28 февраля 1966 года было введено в эксплуатацию новое здание, то, где мы сейчас находимся, а старое отдали одной из спортивных школ будущей столицы. Но новые глобальные преобразования ожидали аэропорт во время переноса столицы из Алматы в Астану. До 3,5 километров удлинили взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием, расширили рулежные дорожки и перрон, заменили светосистемы и радионавигационное оборудование. Следующая масштабная реконструкция заняла три года – с 2002 по 2005 год. Торжественное открытие здания состоялось 2 февраля. В 2005 году построен нынешний второй терминал с пропускной способностью 750 пассажиров в час пик. Отсюда вылетают пассажиры по направлению внутри Казахстана. Также был возведен грузовой терминал. Пропускная способность терминала международного – свыше 2,5 тысяч человек в час пик. Аэропорт очень удобен для пассажиров, очень вежливый персонал, приходится часто летать по работе. И мне, в общем, все устраивается, нравится. Сегодня из аэропорта Нурсултан Назарбаев можно улететь по 15 направлениям внутри страны и в 27 городов мира. Вскоре появятся новые воздушные маршруты. Известно, по крайней мере, об одном из них. В мае планируют открыть прямые рейсы до Вильнюса. Марк Брюшко, Аят Дусимбаев, Хабар-24, Астана. В Усть-Каменогорске ждут возвращения бронзовой медалистки зимних олимпийских игр Юлии Галышевой. На родине спортсменку встретят мама, бабушка, а также восхищенные ее олимпийским успехом горожане. Даже со сломанной рукой Юля дошла до финала, где показала третий результат, уступив соперницам из Франции и Канады. Своим мужеством и волей к победе она по-настоящему восхитила болельщиков. Как ковалась олимпийская бронза, узнал Вячеслав Ветлугин. Алло, Юля, доча, привет, как дела? У нас тут репортеры снимают. Как настроение? Да, нормально. Каких усилий Юлии Галышевой стоило восхождение на олимпийских пьедесталках? Никто другой знает ее главный болельщик, мама Светлана Геннадьевна. Почти до самого старта Олимпиады она подбадривала дочь в телефонных разговорах, выкраенных между тренировками Юли. Переживать было за что. На олимпийские игры дочь ехала со сломанной рукой. На трассу вышла, превозмогая боль. Стойко преодолевать трудности Галышева-младшая научилась еще в подростковом возрасте. В 13 лет Юлия получила серьезную травму позвоночника и нашла в себе силы вернуться в большой спорт. В больнице, когда я к ней приехала через три дня, она больше всего переживала, мама, как я смогу ли я, не смогу дальше соревноваться. Восстановилась в течение полугода. Думаю, что все-таки сильная тяга ее к спорту. Ей хотелось доказать себе и всем, что она могла и может. Бронза Юлии Галышевой произвела фурор в ее родном Усть-Каменогорске. Галышева первая из казахстанских фристайлистов. Выиграла медаль Белой Олимпиады. Триумф спортсменки, представляющей спортивный клуб армии, лыжным забегом поддержали бойцы Национальной гвардии. Мы уверены, что это начало больших побед. И в целях поддержки наших спортсменов, личный состав воинской части регионального командования Национальной гвардии, сегодня дружно стали на лыжи. За выступлениями олимпийцев в Восточном Казахстане следят очень внимательно. В регионе, опоясанном горами Алтая, зимние виды спорта считаются самыми массовыми. А в местных спортшколах подрастают сотни будущих лыжников и фристайлистов. Вячеслав Фетлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область. Хабар-24. В честь наших олимпийцев в Виндерском районе Атараусской области организовали соревнования по лыжным гонкам. Поддержать казахстанских спортсменов, которые сейчас находятся в Южной Корее, собрались 145 школьников. В регионе активно развивают зимние виды спорта. В прошлом году закупили необходимый инвентарь на 49 миллионов тенген. Потенциал у ребят большой. Учащиеся уже занимают призовые места на межрегиональных соревнованиях. В прошлом году закупили для всех школ лыжи и коньки. Главная цель – это развивать зимние виды спорта в районе. До настоящего времени возможности заниматься у ребят не было. Теперь в каждой школе есть свои команды. Сегодня провели первое в истории района соревнование в знак поддержки казахстанских олимпийцев. Я очень хочу, чтобы такие соревнования проводились чаще. Мы уже участвовали в подобном мероприятии в соседней области и заняли второе место. Теперь постоянно тренируемся и на следующих соревнованиях обязательно займем призовое место. И у меня на этом все. Далее тему Олимпиады 2018 продолжит Иван Тулино. В программе интервью со своим гостем они уже в студии. Добрый вечер.